Привет! Я гуляю Вашингтоном. Это не центральная улица. И стараюсь увидеть то, что меня здесь удивляет, чего не было в Украине, какие-то события, либо какие-то места. Одно из таких мест – это библиотека. Нужно сказать, что в Америке культ книг. Так, библиотеки здесь на каждом шагу, и это, в общем-то, не просто общественное место для чтения. Это такая зона отдыха. Вот, я иду сейчас в одну из таких зон. Вот ступеньки, туда бросается литература. Вот такие ячейки, не нужно заходить. Кто-то может просто выбежать с машины и оставить там книгу, которую уже прочитал, либо, может быть, даже люди свои приносят. Здесь вот холл. Внизу детский зал, а вверху зал для взрослых. Там есть компьютеры. К сожалению, снимать и разговаривать в библиотеке нельзя. Вот еще американцы везде, на каждом шагу собачки. Они любят с ними гулять. Нужно сказать, что люди здесь очень любят читать. Я постоянно вижу здесь студентов. Я вижу, как люди приходят с семьями и выносят в руках буквально в стопке книг. Меня это тоже все очень удивляло, потому что на Украине я не видела такого. Опять же, там вот холл, там можно отдохнуть. Вот вход в библиотеку. Никто никого не выгоняет. И очень часто сюда заходят люди бездомные. Просто передохнуть. Не знаю, есть какой-то бутерброд. Я тоже это делаю. Вот. И вот эта вот улица, она даже напоминает мою улицу. До центра ехать полчаса на автобусе, либо на метро. Метро останавливается там. Я продолжаю свою прогулку Вашингтоном. Вернее, пригородом Вашингтона. И сейчас иду мимо школы. Вот эта вот территория школы. Я потом ее еще покажу. Но что интересно, я хочу показать вот этот скворечник. Видите? Я сейчас покажу, что там написано. Вот. Меня очень это заинтересовало. Это Little Free Library. Маленькая бесплатная библиотека. Я остановилась здесь. Я много раз проходила мимо. И не понимала, что это. Возьми книгу, написано. Принеси книгу. Действительно, здесь открывается. Вот. Можно здесь стоять и выбирать книги. Я уже успела просмотреть, какие здесь книги. И что мне стало интересно, что здесь книги есть. Довольно-таки взрослые. Вот, например, книга. Я так понимаю, что какие книги здесь остаются. В общем-то, люди что хотят, то и приносят. Автор. Вот. Видимо, американцы считают, что если существует такое явление, как гомосексуализм, и есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, то, значит, дети должны об этом знать. Это новеллы. Вот. Литература здесь взрослая. В основном, я не увидела детские книги. Опять же, эта маленькая библиотека находится около школы. Вот. А это? Это школа. Везде в Америке на каждом шагу буквально есть флаги. И очень какое-то бережное, трепетное отношение к инвалидам. То есть люди живут нормальной жизнью. Люди, которые имеют какие-то физические ограничения, они не комплексуют. Они, в общем-то, имеют все права. И им создаются все условия. Вот опять же флаг. А я иду к школе. Я хочу показать немножко территорию школы. Она за таким высоким забором, сетка, чтобы никто не потревожил. Вот здесь такие вот курочки пасутся. Я их снимала. Вот они разговаривают. Я так думаю, что они совершенно ручные. Ну и там спортивные площадки. Я сейчас немножко прошлась по залу. Здесь нельзя снимать. Я тихонечко покажу, как здесь красиво. Внизу, как я уже говорила, детский зал. Вот. А там вверху взрослый зал. Все очень аккуратно. Все в стекле. Здесь есть. Вот. Вот это очередной бездомный зашел. Вот. А здесь есть такая кнопочка для инвалидов. Здесь нужно нажимать. Дверь откроется. Вот здесь выставка книг. Ну и вот, собственно, бесплатные журналы, газеты. Вот. Там отдыхает человек. Какой-то стенд. Всем, кто хочет отдохнуть. Даже те, у кого нет дома. Опять же кнопочка для инвалидов. Я нажимаю на дверь. Дверь открывается автоматически. На меня так все смотрят подозрительно. А я тут партизаню с камерой. Они не понимают, что я могу здесь снимать. Для американцев все это привычные вещи. Я не могу удержаться. Мне все интересно. Ну, я, конечно, не все понимаю, потому что рядом со мной сидела женщина. Она явно психически больная. Я ее вижу в этой библиотеке уже не первый раз. Она туда заходит. Нужно сказать, что с ней очень ласково обходятся сами работники. Ну, вот такое отношение. Вот это вот называется равенство по-американски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова